Приветствую вас. Ну, во-первых, с чего вы решили, что вы не драйвер? То есть, только потому, Алексей, что, допустим, в той или иной степени вам нравится быть как-то вот одному, да? Только поэтому вы решили, что вы не драйвер. Это ничего не значит. То, что вам нравится быть одному, это ничего не значит. То, что вы чувствуете себя комфортнее с самим себя без других людей, это тоже ничего не значит, понимаете? Я боюсь, что у вас не совсем корректное понимание интроверции здесь. Вот. Понимаете, у меня задается впечатление, что вы по большому счету довольно дисгармоничный человек. Именно дисгармоничное. Именно вы, дисгармоничная личность, не от ощущения больше создаётся. А как раз таки, интроверты в гармонии. Среплод и гармония – это естественность. А у вас ощущения естественности, к сожалению, нет. Понимаете? Поэтому говорить о том, что вы интроверты, ну, на мой взгляд, преждевременно. Если у вас сложился какой-то образ жизни, допустим, вот, то, ну, опять же, выбор образа жизни, на мой взгляд, на мой взгляд, мало на что влияет. Вот. От слова совсем. Понимаете? Вот. Ну, просто потому что, вот, это так, да. Мало на что влияет. Образ, ну, вот, выбор образа жизни. Потому что, собственно, это, вот, ну, это, это так работает. Это так работает. Понимаете? Да. Вот. Поэтому, ну, мне кажется, что, вот, то, что вы, там, допустим, то, что вы, допустим, решили, вы решили, что вы интроверты, ну, вы, на мой взгляд, здесь поспешили, да. То есть, на мой взгляд, вы торопитесь здесь, и, на мой взгляд, нет абсолютно ничего, что, ну, как-то бы указывало на то, что вы именно, вот, интроверты, да. Вот. Ну, кроме ваших утверждений. Дальше. Близким это не нравится. Они постоянно циркают, ну, сходи туда, развеясь. А, ну, смотрите. А, ну, смотрите. А, ну, тут, что происходит. А, если вы, а может быть, а, я даже скажу так. А, когда вы, а, когда вы, а, отвечаете, а максимально. развернут на что-то, вот, то для людей это по большому счету означает только одно, что вас в какой-то степени это задевает вас, в какой-то степени это волнует, вот, и, значит, соответственно, соответственно, вас будет, значит, ну, как бы, снова и снова, да, спрашивать об этом, вот, ну, просто потому что, просто потому что, вот, ну, вы, вот, вот так, и вы реагируете, и ваша реакция дает основание для того, чтобы люди, ну, чтобы люди, там, условно говоря, считали, что они, вот, ну, как-то, наверное, пути, вот, чтобы люди считали, что все в порядке, чтобы люди считали, что они делают все правильно, что, вот, ну, у нас, вот, ну, такой наш, вот, не знаю, формат общения, да, то есть, ну, вот так люди общаются сами с собой, поэтому вопрос, почему вы максимальный размер не отвечаете, зачем? Дальше. Дальше. А, меня это сильно раздражает, почему я задавал вопрос, ответ на который уже получен сотни раз, или это не служит смательно, и тот же самый ответ. Ну, если я бы работал над тем, почему вас это раздражает, потому что раздражение, это, все-таки, ваше чувство, ну, именно ваше, оно относится чисто к вам, и, соответственно, вопрос, что родственник здесь ни при чем, ни при чем, это вас выводит из, ну, состояния, такого, можно сказать, душевного равновесия, да, вопроса, и, ну, соответственно, нужно подумать о том, Разобраться, исследовать, почему, вот, собственно, да, почему вы испытываете раздражение, вот, как вы приходите к раздражению, вообще как вы приходите к нему, что они из себя представляют, да, вот. Ну, что это представляет именно, вот, раздражение. Это очень важный момент, на мой взгляд, потому что, если вы хотите, если вы хотите понять вот себя, да, если вам хочется себя понять, если вам хочется как-то вот, ну, отдавать себе отсчет в том, что вообще происходит, то, ну, надо разобраться в том, откуда раздражение берется, берется, вот. Из чего она вырастает. Очевидно, что, ну, вы видите для себя угрозу в этих вопросах, вот. Вопрос заключается в том, угроза почему, да, то есть вот, почему вам эти вопросы угрожают, чем они вас задевают, вот. Опять же, интроверт, человек, которому, в общем-то, плевать на большом счет, ну, на то, что, вот, как раз про него думают другие люди, вот. И интроверт, это не тот человек, который будет рассказывать, ну, развернуто, отвечать на какие-то вопросы. Вот. Интроверт, если мы говорим именно про инстовер, то он этого делать не будет. А он в графике вообще никак не реагирует на эту ситуацию. Все. Дальше. Из-за подобных непреддающих на моей логике, кстати, у меня сильно болит голова. Просто это мне с этим делать. С медалями посещать психолог к психологам. Слушайте, ну, головная боль, а Алексей, вообще говоря, может быть, не связан с непреддающими вашей логике вещами, это первое. Да? Потому что много чего логике не поддает, много чего, много чего вообще логике не поддает, очень много чего. Но почему-то, вот, людей, ну, голова не болит. А, вот. Так что, мне кажется, что это все-таки такие достаточно, достаточно разные вещи, вот. Хотя, конечно, ну, психосометрика может быть безусловна, вот. Вот. И исключить ее нужно, но сперва вам просто удачи-кудачи выходить, просто проверить, например, сделать МРЦ головного мозга, допустим. А вот, без. Обязательно в связи этого с психологом. Вот. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, довольно тревожной является ситуация, при которой вы, вот то, что не вписывается в вашу логику, но воспринимаете крайне негативно. Да? Вот. На мой взгляд, это является проблемой. Потому что вы живете по одной логике, люди вокруг вас живут по другой логике, вот. Каждый живет по своей логике, исходя из своего опыта. Поэтому, вот, как-то опыт, эм... Одних людей, да? То есть, опыт ваших людей, ваших близких, на вас влияет. И вот этот момент, это проблема. Понимаете? И вот с этим вам нужно, как раз-таки, к психологу и обращаться. Не по поводу того, что в логике есть какие-то, эм... ну, какие-то пробелы, да? А, именно, именно, вот, как раз-то, по поводу, вот, того, почему, так вот, вас это затевает. Ну, допустим. Допустим. Вот. Такая вот история. А, дальше, эм... что касается того, значит, эм... стоит ли идти к психологу. Этот вопрос решает только вы, потому что, если вы хотите, если вы хотите, хотите, вы обращаетесь к психологу, если вы считаете, что ваша проблема является серьезной. Вот. Вы обращаетесь к психологу, вы обращаетесь к специалисту. А, вот. И работаете, эм... с ним, эм... со специалистом. А, вот. Ну, просто потому что, вот, вы считаете, что это, ну, что это важно, что это, вот... Что это вас волнует, то, что вы хотите проработать, например. Эм... но, эм... если вы не хотите, если вы сомневаетесь, эм... если вы не уверены, то, эм... никакое стоит, эм... наверное, вас не подвигнет, к тому, чтобы над собой работать. Потому что, эм... понимаете, вот, как правило, в процессе, опять же, психотерапии выясняется, что... Совсем не те, эм... проблемы, эм... человек волнуется, к которым он пришел. Вот. Совсем не те. Вообще не те. Абсолютно не те. А, эм... и... в общем-то, это, наверное, то, к чему... каждый, вот, абсолютно каждый, эм... человек должен быть готов. Вот. Погнали. А... какая-какая история? Это... если вы... к этому не готовы, да, если вы не готовы, эм... ну, себя исследовать, эм... вот, если вы не готовы... к тому, что... будут... появляться новые... ну, новые проблемы, да, новые какие-то, вот, моменты, на которые вам... нужно будет обращать свое внимание. Вот. Если вы не готовы к этому, то, наверное, все-таки к психологу обращаться вам не стоит. Вот. Но если вы заинтересованы в своем развитии, в своем личностном росте, например, в том, чтобы... признаться, что есть не только ваша логика, но и логика других людей, и что... она, эта логика... вполне нормальная, в той реальности какой-то, в которой эти люди живут. Вот. Если вы это готовы принять, если вы хотите к этому прийти, то... в таком случае психолог вам... вам безусловно поможет. Вот. А в остальных... в остальных случаях... в остальных историях... я боюсь, что... нет, я боюсь, что... во всех остальных случаях вам психолог будет просто тратить время, потому что... вы пришли... для чего? Вы пришли, чтобы... вот... ну... чтобы, грубо говоря... что-то... что-то для себя... ну... что-то доказать... вы пришли. Короче, короче... Понимаете... это все-таки... ну... это так не работает... не работает... такая история... когда... люди приходят... к психологам... для того, чтобы что-то доказать... вот... люди приходят, чтобы... лучше узнать себя, да... чтобы... ну... более... полно узнать себя... чтобы более... подробно узнать... себя, да... ну... вот... и... как бы... это... не... это процесс... он, по сути, такой вот... взрывообразный... вот... то есть... вот... как-то... абсолютно... он... неизвестно, куда этот процесс приведет... понимаете... вот... если вы... к этому не готовы, опять же... если вы... вот... на определенный процесс... процесс... да... вот... что... ну... можно... но это чревато тем, что вам, может, не понравится результат... в этой... недовольной консультации... вот... такая вот история... просто... понимаете... психолог не работает за головной болью... вот... с психологической, да... но... головной боли нет... и... вот это то, что вам нужно понять... наверное... для себя... вот... поэтому... не спешите с выводами... вот... и прислушайтесь к себе... что вам хочется сделать... на этом все... я надеюсь, что помог вам... если понравился мой ответ... буду благодарен... за... его... оценку... эээ... в качестве лучшего... я... вам... желаю всего самого доброго... удачи... надеюсь, что ситуация разрешется... я... одна из оценки...